всем привет это канал взял и поехал сегодня в кишиневе снова жара это значит мы поедем куда-нибудь где есть вода конкретно мы едем в аквапарк он в кишиневе и по всей стране здесь один и расположен он в поселке сочетены кстати созвучно с названием сочи почти в сочи едем так вот эти сочетены находятся в 15 километрах от центра и километрах 7 от окраины города вход в аквапарк стоит 200 леев это около 10 евро вот а если прийти в 5 часов вечера то вот будет стоить в два раза дешевле 100 леев вот мы к пяти часами едем благо погода позволяет сейчас больше 30 градусов и солнце жарит очень очень интенсивно я думаю мы успеем там не позагорать и поприкалываться на горках поснимаем сначала его сверху дроном там кстати рядом и донченское водохранилище тоже такая зона отдыха можно так назвать там вода не очень чистая но есть места где можно снять беседочки и вот сюда на шашлыки выбираются вот это озеро а точнее водохранилище тоже будет видно с дрона ну погнали там увидимся строительство аквапарка началось 2012 году и до этого момента ближайшие такие комплексы находились за пределами страны аквамэджик построен под открытым небом и поэтому работает только в летнее время года территория парка развлечений 25 тысяч квадратных метров и он поделен на несколько зон бассейны две парковки водные аттракционы и кафе вместиться здесь может до трех тысяч человек водные аттракционы разделены на три вышки которые включают в себя 23 спуска здесь предусмотрены надувные круги и коврики а спускаться можно по одному либо по два человека есть на территории и несколько детских горок короче основная парковка забита сегодня и нам объяснили как проехать на вторую и вот мы такими полями и огородами пробираемся в аквапарк здесь конечно место всем хватит поле большое но тенька нет короче не ожидали мы все здесь такой шанхай очень очень много людей шезлонгов свободных практически нет я не знаю тут наверное ну тысяча человек мы если честно ожидали совсем другого ну вполне все прилично я видел первые фотографии когда только открылся этот аквапарк так тогда здесь не было травы была какая-то грязь постоянно и поэтому впечатление у всех сложилось такое неоднозначное о нем но сейчас можно сказать что полноценный аквапарк не знаю на горках еще не был покажу вам потом видео с горок но в бассейне и на шезлонгах очень много людей вот мы даже еще друзей своих не нашли не можем никак созвонить еще информация как оказалось по ценам я немножко обманул вас 100 лей это только бассейн если вы хотите попрыгать с горок воспользоваться конкретно уже услугами аквапарка вам цепляют вот такой браслет и он стоит уже 130 лей ну то есть немного на полтора доллара дороже это я говорю о вечернем входе на весь день бассейн стоит 200 лей ну и соответственно горки еще дороже что-то типа 300 лей вода в бассейне мутноватая видимость вообще-то пару метров много понятно там как кильки в банке полно полно людей это не может не сказываться на чистоте воды что касается аттракционов несмотря на вечер там очереди постоянный поток людей надо будет минут по 5-10 постоять по любому в очереди чтобы воспользоваться каким-то из аттракционов кстати как и на мегаполисе вода сильно воняет не очень приятно и детский лягушатник не так сильно а вот большой бассейн и мне что-то мне подсказывает что здесь переборщили с ними осторожнее ребята и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, можете сравнить Молдавский аквапарк с Амиратским. Вот здесь ссылочка есть. Мы там тоже поснимали чуть-чуть. Так для информации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что сказать с заключением. Во-первых, не ожидали. Оказалось, очень большая территория там. Причем большая ее часть пустует. Она сейчас занята лужайками. Просто трава там засеяна, газончик. И я так понимаю, есть в планах расширение. Расширение уже сейчас не помешало бы, потому что бассейны очень сильно переполнены. И вот построить хотя бы еще, выкопать один бассейн, было бы очень в тему разгрузить вот эту всю толпу. Из плюсов еще можно назвать. Ну, неплохая инфраструктура. Туалеты, переодевалки. Все это в хорошем состоянии. Сами горки в хорошем состоянии. Ну, то есть, все относительно новое. Из минусов отмечу качество воды. Она грязноватая и попахивает канализацией, откровенно. Но, как бы, это все вытекающее из того, что много народу. И надо расширяться. Цены там в два раза дороже, чем по городу примерно, в магазинах. Ну, то есть, это нормально. Пиво от 20 лей, например. Это один доллар. Кто не знает курс. Горок всего больше десяти. То есть, три такие вышки и с нее разные спуски. Вот обычно в аквапарках каких-то зарубежных есть одна-две бешеные горки. С которых не каждый вот осмелится прыгнуть. Вот здесь таких нет. Здесь все такие слабенькие. На расслабоне со всех скатываешься. Вот по одному разу я скатился. И мне достаточно, мне больше не хочется туда лезть. Еще интересный момент. Я без камеры уже спускался. По этой горке воронка. Ну, она есть в каждом аквапарке. И вот в это отверстие меня затянуло как-то задом. Я перекуврыкнулся и башкой ударился. Было очень больно. То есть, имейте в виду, что там опасно. Короче, я не знаю, я один такой везучий или нет. Но с первого раза я вот так вот перевернулся. В остальном нормально. Учитывая, что поблизости ничего подобного нет. Сходить можно один раз. Вот этих трех часов достаточно. Вечерних имею в виду с пяти вечера до восьми. А еще горки закрываются в пол восьмого, имейте в виду. И до восьми уже можно там сделать свои дела, переодеться и так далее. В общем, вот эти два-два с половиной часа до пол восьмого можно полноценно отдыхать. По крайней мере, сейчас, в середине августа, солнечный день позволяет это сделать. Кстати, недавно мы сняли ролик об Адулых водах. Это молдавский курорт на Днестре. Вот здесь можно на него ссылочку посмотреть внизу в описании. И скоро мы выпустим еще какие-то обзорчики по другим бассейнам Тишинева. Субтитры сделал DimaTorzok Пожалуй, на этом все. Друзья, на нашем канале выйдет еще серия сюжетов о Молдове. Чтобы быть в курсе, не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик и на палец вверх. Это был канал «Взял и поехал». Пока!